Привет, друзья! Сегодня очень неожиданный обзор и распаковка куклы Эффи, героини фильма «Сойка-пересмешница». Здесь она представлена из части «Catch and Fire» «Вспыхнет огонь». Так вот, Эффи Тринкет, красотка, просто невероятная барышня в ярком наряде. Давайте по частям я попробую собраться с мыслями, чтобы не скакать с темы на тему. Значит, начнем с коробки. Собственно, ничем не примечательно, абсолютно обычная с задней стороны у нас логотип «Сойки-пересмешницы». Рассказ о том, в какой момент начались голодные игры «Испыхнет пламя». Именно та часть, значит, и упоминание 74-й годовщины голодных игр. Очень неожиданная для меня, честно говоря, была покупка. Ну, я вот сейчас, я держусь в руках, прежде чем не горячиться и рассказывать вам все по порядку. Значит, про куклу. Вот, и если ее, друзья, атрибуты стоят в районе, там, 5-6 тысяч, и вам повезет, вы даже можете найти за 3-4 тысячи, то Эффи почему-то идет самая дешевая в этой серии. Начну распаковывать. Вот, значит, по крайней мере, была самая дешевая. Она стоила в районе 2,5-2,700. Ну, вот, мне удалось ухватить ее за 2,700, потому что, когда я спрашивала у Машули, она говорит, Настюх, найдешь дешевле, заказывай, потому что сейчас курс поднялся, и уже, говорит, я пока, говорит, дешевле, чем за 4 не вижу. Поэтому, собственно, я вот искала, искала и нашла. Так, открываем. Просто, просто невероятное. Значит, как всегда, сертификат очень мне нравится. Значит, это у нас что? Это у нас Black Label. Очень клевый сертификат. Так, собственно, девочка на фото. Это она же у нас с вами. Та самая Эфи Тринкет. Очень харизматичная барышня. Очень она мне нравится. Просто невероятная. С прекрасным чувством юмора, с необычным стилем. Ну, конечно, возможно, это из-за игры самой актрисы, да, Элизабет Бэнкс? Может быть, это ее, конечно, заслуга так подать. Но вот никого другого я пока на эту роль не вижу. Значит, на девочке, на наше синее блестящее платье, есть колготочки с люрексом. Туфельки совершенно безумные. На рыбьем меху рукава. Вот, я смотрю, есть перчаточки такие, они же варежки. И, собственно, боевой раскрас Эфи. Очень много вариантов одежды было у Эфи в течение фильма. И удивительно, почему выбрали именно этот. Хотя мне он очень нравится. Очень ярко, эффектно, празднично. Но тот же вариант с бабочками, например, мне нравился больше. И пока буду доставать, расскажу вам, что я из тех, кто сначала увидел кукол и не оценил вообще ни одну из них, честно. И только потом решила посмотреть кино и понять, чем же все так восхищаются. Эфи, кстати, я мало у кого видела. Я вообще, в принципе, говорю про фильм и про героев. Я смотрю у всех и Пита Миларк, и сама Сойка, да, я себе тоже купила. Но из тех целей, чтобы связать ей снуд. То есть мне понравилась она именно во второй части в этом образе с снудом. Вот, и странно, что Хемича не выпустили. Ну, возможно, потому что он там отъявленный такой алкаш. И, может быть, детям неприкольно будет играть с куклой-алкоголиком. Вот, но Хемич тоже как бы заслуживает внимания. Так вот, Эфи. Очень классная девочка. Так, а как ее интересно распаковать. Сейчас, секунду, там все так странно и необычно. Девочка выпущена была на молде Маки, что я тоже не могла пропустить. Так, секундочку. Люблю этот молд и очень порадовала, что Эфи именно на нем. Значит, сама актриса говорит, что костюм этот был безумно неудобным. В нем вообще невозможно было сидеть. И этими меховыми крыльями она постоянно все сшибала. Ну, мы же, если профессионалы, мы лишь, конечно, не жалуемся. Мы так делимся эмоциями. Очень красивая подложечка. Очень стильная такая с той же Сойкой. Это та брошь, которую Эфи... Сойка-пересмешница купила на рынке, по-моему. Прямо перед тем, как узнала, что ее сестра попала в список трибутов. Вот, фильм прям советую посмотреть, честно, если не смотрели. Я увидела фильм, и только после этого оценила кукол. Оценила то, что это были портретки. Портретный молд был выпущен, насколько я правильно узнала. И для парней... Для парней в первую очередь. О, а подставка-то седло, что безумно меня радует. Я седла люблю больше, потому что которые за талию у меня ломаются. Вот, и сама наша барышня. Очень красивая. Мейк ровный. Прическа совершенно безумная. Золотые волосы, как она говорила. Так, туфельки тоже. Ну, прикольные. Вообще, я ее взяла для других целей. Но сейчас вот, я говорю, прям чуть позже. Сейчас начнем ее раздевать. И я вам все расскажу. Так, мусор. Самое печальное... О, пояс, кстати, снимается. Та-дам. Та-дам. Самое печальное лично для меня, что девочка сделана на теле 90-х. То есть на три щелчка ножки. Я так надеялась, что она будет шарнирная. Вот честно. Потому что придется ее пересаживать. Но я для нее, говорю, совершенно безумный образ придумала. Совершенно неожиданный. Так, я вам просто покажу, какая она раздетая. Так. Значит. Сейчас, секундочку. Варежки, не понимаю, снимаются или нет. По скинтону очень похоже на Нека. Ну, прям бледная-бледная барышня. Ага, перчатки вшиты, что ли? Нет, не вшиты. Снимаются отдельно. Смотрите. Ну, очень стильненько. То есть мне нравится, что можно использовать отдельно. Какие колготоны. Колготоны-то какие, посмотрите. Бомбические. Тоже мне очень нравится, что можно будет использовать в дальнейшем. Так. Резиновые туфельки. Мягкие. Вот прям мягкие туфельки. Легко одену. Сзади, кстати, на удивление разреза нет. Очень рада, что Мателл все-таки, Мателл выпустил эту куклу. Потому что, говорю, очень яркая героиня. Очень она мне нравится. Такая, говорю, помешанная на собственной внешности. Как раз одна из идей для этой куклы. И именно на этом зациклена. Так, давайте снимать. А вот из всех китнес, кстати, мне больше понравились. Вот только две, которые с одинаковым молдом. На молде Годос мне, честно, не очень понравилось. Так, тело прям винтажненькое, да? Вот из 90-х. Ну, я права. Давайте посмотрим. 99-й год. Индонезия. Это тело. Смотрим. Моя любимая игра. Штамп на голове. 91-й год, Мателл. 91-й год. Ну, потому что маки. Очень мне нравится. Пухлые губки, кстати. А сама кукла-то я не посмотрела. Сейчас, секунду. Это 2013 год. Сейчас я пока не вижу страну. Индонезия. Вот. И год, и страна написаны друг по другу. Индонезия. А теперь давайте самое интересное. Что же я все о грустном, да о грустном. Сейчас я вам кое-что покажу. Я ее быстренько одену обратно. Пока. Да, кстати, давайте вот что. Пока частично покажу, что за кукла тут. Она тут не просто так. Вот скинтоннека. Смотрите. Один в один совпадение. Но самое главное, что я хочу ей тоже тело Сьюзен Энтони. Хочу тело пивотальной пышки. Кстати, я до сих пор не знаю, почему называется пивотальная. Никто не в курсе. Так, я дольше буду одевать. Сейчас, знаете, я сделаю фокус и одену ее. В общем, друзья, это был целый квест. Одите ее обратно. Я, знаете, тут недавно, по-моему, у взрослого коллекционера, по-моему, Сережа с Володей смотрела стрим. Да, мне кажется, у них эта фраза была, что разница была между... Они распаковывали каратистку, и разница была между голенищем и бедрами в литье частей. Так вот, вот в данном случае меня совершенно убивает, что резиновые ноги и пластиковое тело. На резиновые ноги колготы натянуть оказалась целая песня. Ну, как бы, ладно, я не жалуюсь. Я так, я констатирую факт. Вот, итак, девочку я собрала. Забыла вам, хотела вам в самом начале, но покажу сейчас, наверное, образы вообще, в которых Эфи была представлена в фильме, да, которые мне так понравились. И удивительно, что почему не создали, например, сет с разными вариантами одежды, сделав его подороже. Сейчас я вам покажу. Ну вот, в общем, надеюсь, вам понравилось. И кто не смотрел фильм, захотят его посмотреть хотя бы ради Эфи. Итак, совершенно случайным образом, повторюсь, захотела ее купить. Ко мне приезжала Света Лакидол. И вот она-то меня и натолкнула на гениальную мысль. В общем, я ее купила чисто потому, что вот она такая харизматичная, такая вот нереально офигенная, ни на кого не похожая, и тяжело ее будет влить в какой-то сериал или в образ, потому что она самодостаточная, да, то есть мы всегда все время узнаем в ней Эфи. Так вот, приезжает ко мне Света, смотрит на нее и говорит, слушай, она так клево смотрелась бы с твоей Люськой. Ребята, меня просто переклинило, вы посмотрите. Они офигенные подружаки, просто нереальные. Я вот эту хочу посадить, хотя, может быть, эту на тощем оставлю, а Люське дам, поменяю телами, Люське отдам тело Сьюзен Энтони, Пышке. Короче, фишка в том, что это будут две подружки лет 40, несмотря на то, что по фильмам им обеим в районе 30-35, что я люблю Люси сериал, что Эфи, и я хочу сделать их 40+, женщин болезаковского возраста. И, знаете, Люська такая оптимистка безумная, такая, эй, поехали в отпуск. А Эфи такая, ну, там, фу, там, я слишком стара для таких приключений. А Люська такая, да ладно, старая, там, твоя задача только, значит, попивать шампанское и иногда просить добавки. А Эфи, она такая вот, она помешанная на себе, помешанная на моде, помешанная на стиле, ищет себе перспективного мужчину, но в силу характера всех отшивает. Знаете, что-то вроде... Сейчас, ну, как бы поиграть-то, да? О, боже, что за спелая вишенка! О, господи, я говорила, динозавры умерли. Ну, вот, примерно вот так я их вижу. Я бы их с удовольствием отсняла где-нибудь на море. С бокалом мартини. Мне кажется, они просто нереальная команда. И я бы им третьей нашла бы пышку какую-нибудь тоже. Ведущая была, знаете, кто? О, Доналл, если видели, такая пышечка Барби в красном костюме. Вот она бы к ним третья. Третья, которая говорила бы, что любовь всей ее жизни, это пончики. И вот они втроем в каком-то летнем кафе. Ну, просто бомбическая команда. В общем, ребят, я, как всегда, каратенечка минут на 40. Уложилась, по-моему, в 15 минут. Так что с меня только фотки Эфи поближе. Вот я с вами поделилась. И считаю, что куколку нужно купить, потому что, говорю, она из серии коллекционок, она из серии стоять на полке и радовать собой. Такая она прям милая и клевая. В общем, спасибо.